Вы слушаете Радио России Ульяновск. Сегодня четверг, 2 мая. С вами Наталья Яковлевна. Здравствуйте! Праздничные дни в честь 1 мая продолжаются. Мы радуемся весне, солнцу, просыпающейся природе и наступающему теплу. Какие-то заботы отложили на время. И наоборот, говоря о садоводах и прочих земледельцах, с головой окунулись в новые хлопоты. Но вот то, что мы делаем практически каждый день, это ходим в продуктовые магазины. Свежие хлеб, молоко и так далее нам нужны всегда. Сегодня поговорим о качестве молочной продукции. Управление Россельхознадзора опубликовало результаты 8 проверок, а проверки проводились в 2018 году, молочной продукции местных и иногородних производителей. Это сметана, молоко, творог, сыры, которые поставляются в учреждения социальной сферы, школы и больницы. То есть, согласитесь, все-таки для молочной продукции, которую употребляют школьники и пациенты, нужен особый контроль. Если в магазине мы можем внимательно прочитать этикетку и купить то, что нам нравится, по качеству и устраивает по цене, то вот школьники и пациенты стоят перед фактом, что накроют на стол, то и придется есть. Выбора-то нет. Так какими оказались результаты проверок 8 производителей молочной продукции? Слушаем Наталью Гаврилову, заместителя руководителя управления Россельхознадзора. В 39 случаях, то есть в пробах той или иной продукции изготовителей, как наших производителей молочных предприятий, расположенных на территории Ульяновской области, так и в пробах молочных продуктов предприятий, изготовителей других регионов, были получены в несоответствие санитарным нормам и правилам. Выявление таких показателей, как бактерии группы кишечной палочки, плесень, дрожжи, также установление повышенной микробной обсемененности. Предприятиям, в продукции которых была выявлена фальсификация жирами растительного происхождения, нашим управлением выдавались предписания о приостановке или временном прекращении действия декларации на данную продукцию. Могу сказать, допустим, что в масле растительном выявляли плесень и дрожжи. Сметана была фальсифицирована жирами растительного происхождения, хотя маркировка свидетельствовала о другом. То есть производитель заявлял о том, что он выпускает продукт натуральный, молочный, а по факту оказывалось, что в продукте содержатся жиры растительного происхождения. В частности, профигурировали такие предприятия, как ООО «Молочная индустрия», ООО «Новмолдом», ООО «Молоков», ООО «Алиф», Молочный комбинат «Вита», Теренгульский маслодельный завод, маслодельный завод «Сурский», ООО «Ульяновск курорт». В отношении этих предприятий также мы проводили проверки, там, где были несоответствия, естественно, применяли меры административного воздействия к юридическим лицам. Штрафы, предусмотренные за данные нарушения, очень большие, но вот, к сожалению, производители это не останавливают. На юридических лиц это от 100 и до 600 тысяч. Сколько предприятий получили штрафы и на какую сумму? В общем количестве юридических и должностных лиц у нас было привлечено 22, и штрафы были наложены на 1 миллион 700 тысяч практически. И опять-таки, если, скажем, поставляется такая продукция в социальные объекты, в детские сады, в школы, то есть мы понимаем, что молодой растущий организм, детям полезно пить молоко натуральное. То есть здесь сбалансировано полный набор и комплекс полезных веществ, витаминов, и если производитель заменил их на растительные жиры, то, соответственно, дети просто недополучают этот полный комплекс полезных веществ и, соответственно, витаминов. Что касается вредного воздействия, ну, здесь опять-таки зависит и от особенностей, наверное, организма каждого человека. Кому-то противопоказаны эти жиры растительного происхождения, и поэтому вот я покупаю исключительно молоко как натуральный продукт, и надеюсь, что оно соответствует тому, что указано на маркировке, а взамен получаю вот продукт, фастифицированный растительными жирами. Это неправильно ведь, согласитесь? Во время проверок Вы на тех предприятиях, куда приходили, установили вот контроль в течение трех месяцев. Три месяца Вы отбирали пробы и смотрели, как предприятие реагирует на все Ваши замечания, когда Вы ввели контроль. И справились с предприятием? Да, что радует, в течение трех месяцев, пока на предприятии был режим усиленного лабораторного контроля, предприятия изготавливали продукцию, соответствующую нормам и требованиям санитарным и ветеринарным. Но вот практика иногда показывает, что после того, как предприятие снят усиленный лаб-контроль, то впоследствии выявляем иногда вновь продукцию несоответствующую. Ну, расслабляются, наверное, наши производители. Глаз да глаз за ними вот нужен. А может быть в таком случае просто расторгать договоры с этими предприятиями? На самом деле так и происходит. То есть социальные учреждения, когда выясняется, что им поставляется недоброкачественная продукция, не та, которая должна соответствовать всем требованиям и нормам, они расторгают контракты. Ну, поскольку они заключают не отдельно с каждым предприятием-изготовителем, а с хозяйствующими субъектами, которые комплексно занимаются поставками питания, то, соответственно, они к ним предъявляют такие претензии, а те, в свою очередь, уже как раз-таки и решают работать им с предприятием, которое поставляет сомнительную продукцию, или же заменить его на более достойного добросовестного производителя. Практикуется такое, поскольку мы социальными учреждениями также контакт осуществляем, и они заинтересованы, в первую очередь, для того, чтобы те пациенты и дети в школах и детских садах получали достойное, полноценное и качественное питание. А каких нарушений все-таки было больше всего? И бактерии группы кишечной палочки, и дрожжи с плесенью, и общая микробная обсемененность, они, в принципе, сами по себе опасны. А при длительном использовании таких продуктов, вот те же плесень и дрожжи, способны вызывать, наверное, снижение иммунитета. Может быть, не от того ли у нас так много сейчас аллергиков. Воздействие плесени и дрожжи на организм достаточно негативное. То, что касается бактерий группы кишечной палочки, общая микробная обсемененность, считается, что это санитарный показатель, то есть не все в порядке на предприятии, наверное. Неудовлетворительное санитарное состояние возможно. Или же работники недобросовестно относятся к санитарии. Ну и, соответственно, в продукте присутствуют данные микроорганизмы. А чревато это как расстройством желудочно-кишечного тракта, так и острыми отравлениями. Счастью, таких выявлений было немного, но здесь, наверное, не совсем корректно говорить даже о количестве. Даже в разовом случае это может повлечь за собой большие негативные последствия. И поэтому хотелось, чтобы вообще такого не было. То есть подобные показатели, они просто не должны присутствовать в продуктах. А на 100% выполнены все предписания? Предприятия реагируют на указания контролирующего органа и стараются исправиться. Но это в их же интересах, правильно? Поскольку, в принципе, если предписание не исполняется, то предусмотрены такие санкции, как и приостановка деятельности. Потому что, ну, выпуск в обращении недоброкачественной продукции – это вопрос очень серьезный. Вплоть до уголовной ответственности. Наталья Гаврилова, заместитель и руководитель Россельхознадзора, рассказала о проверках на восьми предприятиях, молочные продукции которых – это творог, сыры, молоко и сметана – поставляются для питания детей в школы и в больницы. К сожалению, ситуация получается какая-то странная. Пока Россельхознадзор в течение трех месяцев вел на предприятия, где были выявлены нарушения, усиленный контроль, предприятия выпускали качественную продукцию. Но не факт, что они исправились раз и навсегда, когда контроль ушел. Как призналась Наталья Гаврилова, таким предприятиям проще один раз заплатить штраф, пусть и немаленький, чем каждый день выпускать по-настоящему качественную продукцию в соответствии со всеми нормами и требованиями. Получается какой-то порочный круг. Программа государственной телерадиокомпании «Волга» – «Будни». Факты, события, комментарии. В нашем эфире появилась новая рубрика «Родная речь». Простое и понятное название из детских лет. Мы говорим об устном русском языке, который мы слышим везде и повсюду. По телевизору и радио, в салонах общественного транспорта, на улице, во время общения, с продавцами, врачами и так далее. Почему мы говорим неграмотно, коверкая русский язык? Почему неправильно произносим слова, меняя на свое усмотрение ударение в словах? А может, это и не так важно? Может, ничего страшного нет в том, если мы произносим «ты мне позвонишь», вместо правильного произношения «позвонишь», улица «автозаводская», вместо правильного произношения «автозаводская», ну и так далее. Ведущая рубрики «Родная речь» Дарья Рыкова, филолог и редактор информационного сайта, на этот раз расскажет о речевой избыточности. Родная речь Одна из современных проблем языка – это речевая избыточность. Она всегда указывает на скудный лексикон и неумение четко излагать свои мысли. И к основным ее проявлениям ученые относят к автологии и плеоназме. Ну вот нужно объяснить, что это за понятия такие, потому что наверняка не филологу, а простому человеку эти слова мало что говорят. Тавтология – это вот то, что мы называем в простой речи масло-масляное. Это повторение одного и того же. Мысли, причины или описание в одном предложении. Чаще всего тавтология встречается в речи, когда употребляют однокоренные слова, стоящие рядом. Ну, это бывает нормально для детей, которые только начинают говорить, учатся говорить, учатся связывать слова. Для взрослого человека это, конечно, в речи недопустимо. Вот так, например, нельзя говорить в речи. Спросить вопрос, ну, задать вопрос можно, спросить вопрос нельзя. Маленькая мелочь, белое белило, проливной ливень и так далее. Однако есть все же общепотребимые примеры, когда тавтология вошла в употребление, и нас не раздражает, но все равно лучше так не делать в речи. Часто люди говорят, и спорить, наверное, с ними не нужно. В этом случае варить варенье, начать сначала, расцвелить цветы, сделать дело, остановить на остановке, очень часто мы слышим и так далее. Второй вид избыточности в речи, которая речь вовсе не украшает, это плеоназм. Плеоназм – это употребление в речи близких, по смыслу слов, но не однокоренных, которые также излишни в предложении. Вот это явление очень распространено в быту, и мы практически каждый день слышим примеры этого явления. Например, отрицательный недостаток, памятный сувенир, бесплатный подарок, впервые познакомиться, это часто очень употребляют люди. Также может быть не совсем явный плеоназм, но тоже встречается январь месяц, добавление не нужно здесь. Перспективы на будущее, также понятно, что не могут быть перспективы на прошлое или как-то по-другому. Ностальгия по родине и так далее. Также, как и в случае с тавтологией, есть устойчивые обороты, когда плеоназм употребляется и не раздражает человека, но все же это не является нормой. Например, часто говорят люди, но тоже поправлять их в этом случае не стоит. Спускаться вниз, неприятный инцидент, сжатый кулак. Лично я, очень часто так люди говорят у нас, идти пешком и так далее. Единственное, где допустимо употребление тавтологии или плеоназма, это художественная литература. Причем, конечно же, не в речи автора, а в речи персонажа. То есть, если автор показывает нам персонажа, который говорит вот с этими устойчивыми явлениями, таким образом он подчеркивает его необразованность и какие-то другие его качества. В других случаях, конечно же, лучше не допускать таких явлений в своей речи и в своем письме. Вот я работаю в прессе и очень часто мне приходится справлять в письме вот эти ошибки, которые журналисты допускают. Может быть, не самые опытные люди, но часто встречаются реально такие ошибки. Как избегать таких ошибок у себя? Ну, банально нужно следить за тем, что ты говоришь или что ты пишешь, и вот эту избыточность убирать. Читать литературу, конечно же, нужно и равняться на какие-то достойные примеры. Вот это вы нас смутили, потому что остановить на остановке, даже я так говорю, а как по-другому-то сказать? Вот я, наверное, тоже затруднюсь в этом случае. Я как раз упомянула, что это допустимые примеры. В речи, конечно же, это можно использовать, но это все равно пример будет автологии. Варить варенье, ну, там, готовить варенье, например. Начать с начала, в принципе, не обязательно добавлять слово «начало», начать дело, там, какой-то процесс. По поводу остановительной остановки, ну, да, это устойчивое выражение, и, наверное, мы никак не можем заменить. Мы постоянно, каждый день это слышим, это сами употребляем. Давайте предположим, остановите на улице Мичурина, остановите на улице Циолковского. Может быть, вот так? Да, это будет, наверное, литературно верным примером, но, тем не менее, та ситуация, которая складывается в маршрутке, она, конечно, не совсем такая, где люди поймут правильно, это же не филолог ведет машину, и, возможно, в контексте нужно говорить на том сленге, который понятен людям, которые едут в маршрутке, или которые эту маршрутку управляют. Ну, мы стремимся, конечно, к тому, чтобы каждый знал нормы, говорил грамотно, писал грамотно. Вы слушали Дарью Рыкову, филолога и редактора информационного сайта. Но это еще не все. Рубрика «Родная речь» приглянулась нашим радиослушателям. Вот какой звонок мы получили от жителя Ульяновска, учителя и педагога Павла Королева. Он большой поклонник радио. Но замечаний к нашей работе у него тоже предостаточно. Мы говорим так, как нас учат говорить. А учат нас говорить радио и телевидение. К большому сожалению, особенно московское радио, оно безграмотное. В нем изобилуют слова-паразиты. Тогда, когда прислушаются к тому, что говорят, абракадабры, волосы встают дыбом. Тогда, когда мы пытаемся вниживать в разговор нашего радио и телевидения. Ну, хотя бы. Вот это пресловутые «как бы». Но нельзя его употреблять направо и налево. Но нельзя сказать, что я как бы пришел на работу. Как бы вышел на балкон. Это же абсолютная чушь. Это пресловутая порядка. Порядка ста, порядка двухсот. Да сколько это? Около? Приблизительно. Ну и скажи ты так. Дальше. Передача по радио, по телевидению, когда мы смешиваем, подменяем понятие нашего социального облика жизни, бытия. Но были всегда супружеские пары. Всегда во все времена были любовники и любовницы. Всегда были те, кто ведь был не в браке. Сегодня в моде стало распространяться гражданский брак. Брак, зарегистрированный в ЗАГСе. Гражданский брак. А вот когда живут незарегистрированные, это сожительство, но не брак. На Руси было другое еще определение этому сожительству. Собачий брак. Ну, немножко некрасиво звучит. Ну да ладно. Поэтому сегодня, когда стесняются сказать, что я сожитель или сожительница, говорят, я живу в гражданском браке. Нет, это неправда. Дальше. Ну, есть понятие девочка, девушка, женщина. Но как дико звучит, девушка с пятью, с тремя, с двумя детьми. Какая она девушка? Она женщина. Женщина родила, но не девушка родила. Опять же, называй своими именами. Еще это касается кулинарного производства. В меню, в кулинарных рецептах, сплошь и рядом. Солянка, солянка, солянка. Да нет такой солянки. Почитайте Гелировского. Есть селянка. Еда сельских жителей. У Гелировского замечательное описание селянки из стерлязи, из белуги, из баранины, из самых разных сортов мяса и рыбы. Но сельская еда, селянка. И вот таких вот пародий на русский язык. Слов сплошь и рядом. Еще одно. Меня буквально бесит, когда говорят в 15 часов по Москве, в 20 часов по Москве. По Москве можно гулять. Но время-то может быть московское. Ведь мы же не говорим в 15 часов по Лондону, по Ульяновску, по Парижу. Парижское время, Ульяновское время, местное время, московское время. А вот так вот упрощать, это просто объединять русский язык. Поэтому хотелось бы обратиться к нашему законодательному собранию. Выйти вы с предложением, с требованием в Государственную Думу. Пересмотреть русский язык, который звучит по радио, по телевидению, запретите вот эти слова паразита, чтобы не звучала эта дикость, которая сегодня звучит сплошь и рядом. А мы ее воспринимаем, а потом мы сами себе говорим. Не надо говорить неправильно. А как же говорить? Ну меня тяжело уже переделать, а молодежь-то? Она же не знает об этом. Эти пресловутые порты. Ну нельзя самолет посадить в порты, нельзя судно зайти в порты. Порты это штаны на Руси были, а на море только порт. И порты. Поэтому обращаюсь к воспитателям детских садов, к учителям школ, к преподавателям вузов. Учите детей говорить правильно, не стесняйтесь поправлять безграмотных людей. Пусть наша речь русская будет такой, какой ее видел, слышал Тургенев. Великий, могучий, правдивый, свободный русский язык. Читайте книги, правда, не современные, а больше Тургенева, Достоевского, Дилеровского. Какой у него язык? Это же не язык, а песни, он не пишет, а поет. С каким удовольствием читаешь и перечитываешь его простую русскую речь? Давайте бороться за эту речь все вместе. Рубрика «Родная речь» открыта для обсуждения. А это значит, что мы будем рады вашим вопросам. Звоните нам, спрашивайте о словах, их происхождение, правописание и произношение. Группа историков, работающих в Центре стратегических исследований Ульяновской области, готова к новым научным изысканиям. Вслед за авиационные энциклопедии, которая на ура была принята ульяновской публикой, здесь намерены взяться за создание новой энциклопедии, на этот раз флотской. Сегодня о будущей флотской энциклопедии. Материалы, для которой уже частично собираются, расскажут Татьяна Качкина, ведущая специалист Центра стратегических исследований, Демид Устинов, президент Регионального союза филателлистов России и краевед Татьяна Громова. Вообще создание энциклопедии это необыкновенно увлекательное и нужное дело, потому что энциклопедия позволяет собрать самые разнообразные сведения о самых разнообразных людях и осветить разнообразные аспекты в развитии какого-либо явления. В данном случае наша энциклопедия будет посвящена флоту. Симбирск-Ульяновск это город на Великой реке и судьбы многих жителей Симбирской губернии и Ульяновской области были связаны с судоходством и с мореходством. Наша родина дала очень много известных капитанов, адмиралов, конструкторов, героев. И если говорить о приближающемся празднике Дня Защитника Отечества, то военно-морской флот да и речной флот всегда стоял на страже Родины. Охранял его рубежи начиная с древних времен и вплоть до современности. Территория, которую охватывает наша энциклопедия это пределы бывшей Симбирской губернии и нынешней Ульяновской области. Я думаю, что начать нам надо все-таки с Симбирской губернии, с ее уроженцев, с замечательных моряков и флотоводцев. И поэтому я передаю слово Татьяне Алексеевне Громовой. Ну, над энциклопедией я недавно начала работать и сразу сделали себе такое открытие, что, оказывается, мы очень плохо знаем свою историю и историю наших симбирян. В основном мы ограничиваемся получением материалов, а их деятельности в самой Симбирской губернии и часто не выходим за ее пределы. То есть, биографию их, которая начиналась с юных лет, нам часто остается неизвестной. И вот, когда я стала смотреть, кто же служил у нас на флоте, в морском флоте, то узнал, например, что еще в XVIII веке у нас принадлежало имение в селе Большое Жеребятниково Нагаткин Иван Иванович, капитану-командору флота. О нем как-то в своем словаре знаменательных людей отметил наш известный кревет Павел Любимич Мартынов. Он там написал, что он капитан-командор флота и что он служил при Потемкине. По просьбе Потемкина в 1789 году он устроил усадьбу для фаворитки Потемкина, известной в то время актрисы, Жеребковой. Устроил он ее недалеко от своего имения, в семи километрах. И когда актриса отказалась от этого подарка Потемкина, то Потемкин подарил имение Нагаткину. И вот так появилось село Малое Жеребятниково, которое тоже принадлежало этому известному флотоводцу. Но когда я стала смотреть биографию его морскую, то казалось мне очень много удивительного. Он, как все, конечно, окончил морскую академию, тогда так назывался морской кадетский корпус, плавал первые годы по Балтийскому морю, даже совершал заграничные плавания позднее в Копенгаген, в Данцик. Через 15 лет он только получил чин лейтенанта, и тогда за умелое вождение малых судов по Неве, по Финскому заливу, по Балтике, его вели в экипаж гвардейский, то есть, которые обслуживали придворные яхты. В частности, вот он, например, плавал на придворной яхте Екатерина II. А в 1767 году, когда Екатерина предприняла путешествие по Волге, ее сопровождало 22 галеры, и одной из них, галерой Ярославль, командовал как раз Иван Иванович Нагаткин. Когда все более и более плотно знакомишься с историей развития флота, в частности, в Симбирской губернии, Ульяновской области, вот наглядно видишь, как через судьбы наших земляков прокатываются все великие события в отечественной истории. Войны, революции. Вот я просто в добавление к биографиям, которые представила Татьяна Алексеевна, приведу небольшие сведения о земляках-симбирянах. В частности, если вы придете в музей Гончарова, то вы обязательно увидите там комнату Трегубова Николая Николаевича. А он в юности и более поздние годы он служил на только что зарождавшемся Черноморском флоте. И он участвовал в сражении в русско-турецкой войне 1787-1991 годов. Он участвовал и в знаменитом сражении у Калиакрии. То есть, он плавал на судах эскадры Ушакова. Это же вот только-только создается этот Черноморский флот. Затем он участвовал в антинаполеоновских войнах на флоте уже в конце XVIII века. А после этого в течение 20 лет находился на гражданской службе в Симбирске был крестным отцом и воспитателем нашего великого земляка Ивана Александровича Гончарова. И именно Трегубова мы должны благодарить за то, что Гончаров, вдохновленный рассказами Крестного о море, познакомившись с теми приборами навигационными, которые хранились у Крестного в кабинете, увлекшись этой романтикой моря, в юном возрасте совершил путешествие на фрегате Паллада Кругосветная. В нашей энциклопедии будет достаточно широко представлена и филателлистическая тема, потому что филателлия позволяет как-то увековечить, сохранить память о замечательных людях. И я передаю слово Демиду Александровичу как председателю нашего областного общества филателлистов. Будучи еще школьником 50 лет назад я увлекся романтикой флотской и с тех пор собирал всю информацию связанную с флотом. Ну и естественно будучи жителем Ульяновска не применил собирать и систематизировать всю информацию связанную также и с нашими земляками. И поэтому за эти годы собрано достаточно много интересного материала, но так как с 1970 года увлекся еще и коллекционированием почтовых марок и в первую очередь конечно же посвященных военному флоту то и стал выискивать вот такие интересные факты в истории нашего флота, но связанные с нашим городом. И первым таким интересным открытием для меня была марка посвященная известному нашему ученому Курчатову. Во-первых он у нас здесь жил и учился в нашей гимназии. А с другой стороны оказывается в 1941 году фашисты решили уничтожить весь наш флот и они заблокировали магнитными минами все порты в которых стояли военные корабли. И вот тогда было поручено Курчатову возглавить группу по размагничиванию немецких магнитных мин и спасти весь наш флот от гибели. Что и было сделано. Курчатов с группой флотских специалистов размагнитил эти мины, дал методические рекомендации как с ними бороться и как их обезвреживать и наш флот был спасен. Вот так тема краеведения флота и известного нашего ученого соединились в одном месте. Курчатову выпущены две почтовые марки, ему выпущено несколько почтовых конвертов, он занимает достойное место и во флотской коллекции, и в коллекции краеведческих, посвященных нашему городу. Но не все события отражены на почтовых марках, особенно когда я встречался с ветеранами флота, и мне хотелось о них тоже каким-то образом рассказать в своей коллекции, в своих каких-то публикациях, после чего созрела такая идея брать автографы у известных моряков, которые жили в Ульяновске. Так я познакомился с одним интересным человеком, который жил в доме напротив, ветеран Великой Отечественной войны, и вдруг я узнаю, что в годы Великой Отечественной войны он был моряком, и меня сразу заинтересовало это, и я говорю, Александр Иванович, а где, что, как? Он говорит, да, я участвовал в обороне Одессы, я участвовал в обороне Севастополя, а потом, когда наши войска покинули Севастополь, я служил в морской пехоте. Мой портрет висит в музее панорама освобождения Севастополя. Историк Татьяна Качкина, филателлист Демид Устинов и краевед Татьяна Громова рассказывает о флотской энциклопедии. Она еще только в проекте. Собрать объемную информацию и написать энциклопедию Это долгий и трудоемкий процесс, который длится не один год. Создание флотской энциклопедии находится в самом начале долгого творческого пути. Но, несмотря на это, информационный материал, как говорится, уже сам идет в руки. Наш Ульяновский край, на удивление, богат людьми, чьи судьбы оказались крепко, почти морским узлом, связаны с флотом и морским, и речным. Сегодня вечером эта беседа прозвучит полностью. Начало в 19.20 не пропустите. И завершает нашу передачу Зинаида Крабцова, автор и бессменная ведущая любимой рубрики о целебных травах и растениях. Аленький цветочек Доброе утро! Сегодня я расскажу вам о замечательном растении, которое почему-то нас редко выращивают на своих участках огородники. О сельдерее. Родина его Средиземноморья. И тем не менее у нас выращивался очень давно, но редко. А зря. Сельдерей это двулетнее или многолетнее растение с утолщенным корнем. Стебель достигает иногда до метра высоты. Листья похожи на петрушку, но крупнее. Цветки белые, собраны в сложные зонтики. Корневой сельдерей двухлетний морожестой коростение. Корень округлый, мясистый. Тонкая кожура снимается при приготовлении блюд или помещении на хранение. Корни и листья сельдерея содержат много ценных веществ, нужных человеку. Они возбуждают аппетит, улучшают обмен веществ, усиливают работоспособность организма, также улучшают здоровье кожи, ногтей и волос. Настой сельдерея применяется при болезнях почек, мочевых пузыря, при подагре, ревматизме. Наружно водным настоем корней и листьев обмывают раны и язвы для быстрого заживления. С этой же целью к ранам привязывают свежие измельченные листья или делать мазь на сливочном или подсолнечном масле. Настой делают так. Одну столовую ложку свежих измельченных корней сельдерея настаивают 4 часа в полутора стакана кипятка в закрытой посуде, процеживают, принимая по одной столовой ложке 3-4 раза в день за полчаса до еды. Очень даже полезно сельдерей ввести в свое меню. Это укрепляет здоровье. Будьте здоровы, до свидания. Всего доброго. Вот и все на этот час. С вами была Наталья Козина. Хороших и солнечных вам праздников. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok